Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Новые вопросы. На телефон студии 787710. Сейчас просто его напоминаю. Звонить можно будет попозже. Видеоверсию сегодняшнего выпуска программы, кстати, можно будет найти на портале Твери Град. Итак, как ребенка научить учиться? Насколько я понимаю, практически в каждой такой проблеме, в которой стоит вопрос, как, существует два практически полярных мнения. Одни говорят, что научить учиться вообще невозможно, а другие считают, что нет. Почему? Есть какие-то методики, есть какие-то психологические приемы. Каковы ваши мнения? Ну, сегодня начну я. У нас тоже буквально вчера еще был дискусс на эту тему. Причем дискусс раза в три больше, чем эта передача. Замечательно. Вот, и мы пришли к единому некоторому мнению. И на оба мнения, которые вы сейчас сказали, я, наверное, скажу один такой ответ. Да, оба эти мнения практически правы, я думаю. Так, и мы бы даже сегодня говорили, что как научить ребенка учиться, это то же самое, как вопрос, как не разучить ребенка учиться. То есть не навредить. А, да, да, именно не навредить, потому что от природы в каждом существе заложен этот процесс и это, как это сказать правильно, возможность обучаться, учиться, познавать новое желание, желание, даже невозможность, желание. Вот. То есть возьмем простые примеры. То есть у животных рефлекс, все говорят, рефлекс, там они делают одно, второе, третье. Ребенок рождается у мамы, его подносят к груди, два раза поставили, показали, все, он начинает питаться грудью, да, сосать грудь. Соответственно, потом его трудно отучить от этого, вот, но он научается этого делать. И в процессе происходит следующее, что изначально ребенок видит некий процесс, он его осмысливает, нужно ему это, не нужно, и что там вообще происходит, ну, насколько это возможно. Потом он начинает делать попытки повторять этот процесс. И, как мы уже говорили в других передачах, он делает множество попыток, находит для себя верное решение, верное положение. Возможно, то, что он видит, изменится в его интерпретации, но он сделает для себя то, что нужно ему. В этом важно, мне кажется, вот в этом моменте отметить пример взрослых, то есть вы сами показываете, что нужно, что не нужно делать, да, и как это делать. Да, и изначально, могу сказать, ну, это вот еще процесс про образец, образование, образцевание, то есть, грубо говоря, что мы показываем некие образцы. А первично же идет все, как ходить начинают, зачем, да, стоять, там, пытаться шевелиться. Ну, как ходить, никто не учат же, то есть не показывают же. Он видит, он пытается. Так же, как и говорить же, мы его не учим напрямую, что нету никаких, мы не говорим же, что вот у нас есть существительный, прилагательный, там, и так далее, как выстроен язык, там, алфавит. Вот, ребенок научается говорить самостоятельно. И поэтому, так же, как и с грудью, да, то есть, он, его же никто не показывает, как это надо делать. Вот, он научается это делать сам. Ну, это на уровне рефлекса. Ну, вот опять рефлекс. Мы все заменяем, если он что-то сможет, это рефлекс. Ну, вот с обучением говорить, это очень хороший пример, да, потому что у животных его нету, да, это не рефлекс однозначно. Однозначно, вот, и это производит ребенок самостоятельно. Вот, более того, прогресс в обучении языку у него очень большой и быстрый, потому что ему самому интересно делать. Если у него нет такого интереса взаимодействовать словесно, то он может какое-то время не говорить. И это может быть, да, очень приличного возраста, там, и до пяти, и до шести лет может продолжаться. То есть, мы сами должны для того, чтобы ребенок начал говорить лучше, больше, должны какие-то, в какие-то его ситуации ставить, наверное? Да нет, его жизнь поставят в очень разные ситуации. Вы же все равно с ним взаимодействуете с ребенком. Ему либо так надо будет выражать, либо по-другому как-то, а то, что он хочет и все остальное. То есть, у меня есть живой пример, как бы из практики, да, когда ребенок долго не говорил, буквально до трех, до четырех. Он издавал некие звуки, подобные словам, и указывал, что он хочет. А в конечном итоге родители, ну, там, может, к пяти годам идет, родители просто сказали, нет, ты нам объясни, мы сделаем, мы не понимаем. Соответственно, он начал уже пытаться изъяснять. То есть, когда он понимает, что ему это надо, он будет научаться. Вот. И тут вот следующий пример, я такую плавную подводку делаю, да. Вот, следующий пример, у нас можем взять множество исследований, которые проходят по племенам, которые до сих пор еще существуют в своем неком первозданном виде племена, да, это, возможно, у нас крайние националы какие-то северные, да, возможно, еще кто-то. В более теплых странах, в западных, ну, вот Австралия, там, Южная Америка, существуют такие племена. Их подразделяют, в некоторых книгах называют охотники-собиратели. То есть, это те племена, которые не оседлые, у которых нету вот этих школ, образования, все остальное. Как воспитываются дети? Дети видят пример у взрослых. Раз. Дети играют, дети пытаются. И самое интересное, что в играх они воспроизводят действия взрослых. То есть, они в игре социальные роли отыгрывают, и плюс пытаются сделать все, что делает взрослый. Вот. Также, когда взрослый чем-то занимается, то есть, показывает образец, да, ну, скажем так, дети подходят к нему и начинают тоже пытаться. То есть, есть пример, когда прям дети садятся на руки кузнеца и пытаются ему поправлять там вот эти металлические штуки. А этот кузнец, ну, скажем, кузнец, да, в этом племени, который куются там стрелки, ножички и все остальное, вот, он просто не мешает им. То есть, это у взрослого какое-то, я считаю, максимальное терпение, понимание всего этого процесса, всего остального. То есть, дети наигрались, получили себе те знания, которые хотели, убежали. Все. И так происходит в каждом. Плюс выстраиваются в этих племенах разновозрастные группы. Это вот, допустим, можем уже касаться тем разновозрастных групп в образовательных учреждениях. Когда и маленький учится у взрослых, и взрослый смотрит, как делает маленький. Потому что при попытке более молодого человека сделать что-то, что делал взрослый, он может сделать по-другому, более точно, более интересно, и может быть более оптимально. То есть, были примеры тоже в книгах описаны, когда, по-моему, детям давали выстроить мост. Ну, из палочек, из спичек или еще чего-то. И рядом были более взрослые, которые знают физику, инженерию и все остальное. Дети без физики, инженерии выстраивали мост гораздо интереснее и проще, чем у взрослых. Когда взрослые начинали проверять вот эту конструкцию, ну, может, чего-то там, конечно, не хватало. Ну, понятно, что там какие-то расчеты, всего остального. Но, тем не менее, конструкция была живая. То есть, которую можно, в принципе, интерпретировать во взрослую жизнь. Вот. И плавно переходим к тому, что если взять все-таки, не отчуждать то, что ребенок умеет учиться, и он может это делать сам, самостоятельно, то мы плавно переходим к тому, как не разучить ребенка учиться. А вот как не разучить, есть некоторые вещи, которые мы делаем во всей жизни. Вот сейчас вот будет небольшой список такой, да? Давайте, прежде чем мы к списку перейдем, мы все-таки послушаем мнение самих детей, да, как они считают, откуда они черпают свои знания. Итак, у нас рубрика «Детское мнение». Я узнаю что-то новое от мамы с папой, от брата или от гугла. И от мультиков. Там рассказывают что-то про космос, как работает пылесос, как работает миксер. В первую очередь это школа, потому что там у нас добавилось много всяких разных интересных предметов. Например, история, которая мне очень нравится. Во вторую очередь это YouTube, интернет. Оттуда я узнаю много нового всего. Подписано много научных каналов. Ну и вроде бы все. Я получаю знания в азбуке и тетрадках. И получаю знания, потому что я очень много учусь и рисую. И знания мне нужны, чтобы я получала пятерки, чтобы я много думала, и еще чтобы я знала правила, как надо переходить дорогу. Я узнаю всего много от родителей. Потом еще в садике, и потом еще в мультиках. Я играла за взрослыми, и я тоже получаю знания, ну, правила и играх. У меня самые лучшие друзья Петя и Илья, потому что они мне дают тоже знания в играх. Знания мне нужны, чтобы я очень хорошо думала. Детское мнение Как всегда, очень замечательные, очень непосредственные ответы, как более взрослых детей, которые учатся уже в школе, так и, понятно, даже по голосу, да, детей, которые еще в детском садике. У всех свои мнения, у всех свои. Но я даже удивилась. Понятно, что дети совсем маленькие, и тоже какие-то свои такие, да, достаточно четкие представления, откуда и что у них они имеют. Павел, давайте все-таки вашим списком. На самом деле, я прослушал это, и я хотел такой нюанс сказать, вот по всему, что дети сказали, да. Понятно, что там присутствуют и школа, и взрослые, и все остальное, но самое интересное, что вот несколько первых детей сказали об области, в которых им интересно. Мальчик сказал про историю, девочка сказала про космос, девочка, по-моему, да, еще про что. То есть, оставаясь, грубо говоря, в некоторой свободе, они получают те знания, которые считают себя интересными и для себя нужными. Я не говорю, что они завтра станут космонавтами или историками, но тем не менее, в этот момент они им нужны. И, скорее всего, вот как арт-педагог, я могу сказать, что через вот это вот возможно раскрытие таланта ребенка, то есть его предрасположенность и то, что ему понравится в будущем. Я бы тоже хотел прокомментировать. Очень мне понравились фразы детей. И здесь видно, что они четко понимают, что есть ряд инструментов, через которые они получают те знания. Все сказали, что есть такой инструмент, как гаджет, Google, что-то еще и так далее. И хотя изначально у детей есть способность обучаться, да, способность учиться, чем дальше цивилизация растет, тем инструменты становятся все более сложными, более интересными, более, скажем так, широкими, с большими возможностями, скажем, скажем, скажем. То есть была сначала книга там, да, потом стал уже экранной технологией, которые перекрывают полностью предыдущие источники. И взаимодействие с инструментами – это еще одна область интересная, взаимодействие детей с этими инструментами, чтобы самое главное в этом процессе, чтобы у них был открыт доступ к этим инструментам. В той или иной степени, но доступ должен быть открыт в достаточной сильной мере. Иначе закрыванием этой области мы просто этот инструмент убираем. Какой-то там ящик там, куда-то еще там и так далее. Тем самым не давая детям реализовывать свою потребность учиться. И самое интересное здесь тоже у детей, обратите внимание, наравне с гаджетами, с мультиками, даже с книгой, которую все говорят, типа, забыли, с книгой, да, азбука, история, все остальное, еще и образец. Старшие друзья, родители, и вот это вот все, да? То есть социальные связи не теряются. Не сейчас кто там кричит громче всех, там, что у нас там гаджеты забили, никогда они не потеряются. Может быть, они перерастут более там в виртуальный или еще что-то там, мир. Но социальная связь, она будет оставаться. Человек – социальное существо. Ну вот в том, что, да, вот обучение, например, то же самое, наверное, простой пример. Мама стоит, готовит, ребенок подходит, интересуется, мама говорит, отстань, не мешай. Вот это тоже, ребенок пришел поучиться. А мы вот в своих каких-то, да, эмоциях, там, усталости и так далее, порой ребенка пытаемся отстранить. Таким образом, мы ему сами ставим барьеры к учению. И вот как бы я ни хотел, Марина нас плавно перевела к списку. Итак, что это за список? Вот когда мы его обсуждали сегодня перед передачей с Артемом, я сам себя начал анализировать, свою семью, и понял, что процентов 50, если не больше, из этого списка присутствуют в моей семье, как, скажем так, ну, нехороший слов, но негативный, да, для возможного развития. Я себе сделал уже пометки, чтобы попробовать сделать наоборот. Соответственно, я прошу просто всех слушателей примерно запомнить, что, о чем вот сейчас будет говорить Артем, и попробовать в семье, если такое присутствует, проанализировать семью. Не отвергать, а просто проанализировать. И попробовать сделать наоборот. И посмотреть в течение дня, там, недельки хотя бы, двух, и посмотреть, какой эффект это будет на ребенка и на его мотивации к познанию нового. Артем? Интересный поворот. Хорошо, ладно. Первое, что достаточно сильно уменьшает желание чему-то обучаться, это наличие рядом присутствия, так называемого, педагога. Педагога. Но это, на самом деле, условная, как бы, такая характеристика. Здесь я имею в виду под педагогом человека, который знает как. То есть он знает, как это делается, он знает, что нужно сделать, он знает еще при этом лучше, чем все остальные. Вот. И наличие такого человека рядом, вот, соответственно, ребенка ставит в такую позицию, что ему самому не нужно этим заниматься, потому что, если что, он сможет обратиться к этому человеку, и он всегда сможет ему ответить, и что-то подсказать, и так далее, и так далее. И вот эта позиция педагога, она, на самом деле, больше психологическая. То есть это просто такая способность человека вещать. Вот. Если же тоже та же самая информация будет передаваться ребенку с позиции равного ребенку, субъекта, либо с позиции, скажем так, информацию, которую надо получить от субъекта, то есть вот там педагога или от родителя, вот, от сопровождающего, то в данной конструкции у ребенка возникает совсем другая позиция. То есть ему это неизвестно, то есть да, есть там эта информация или нет, и как ее оттуда получить, это вызывает определенные действия ребенка, которые у него же тренируют, и, соответственно, компетенции обучения. Вот. В данном случае мы хотели, да, сфокусировать внимание на том, что такая ситуация происходит не только в школе, да, но и в семье тоже, в первую очередь, потому что родители чаще всего привыкли именно к такому варианту взаимодействия с ребенком, вот, а не взаимодействия на равных. То есть я лучше знаю. Послушай меня и сделай так же. Да, да. Даже это чаще всего не в словах конкретных не выражается, а больше с помощью интонации следует. И вот просто убирание интонации и приведение ее в дружелюбную сферу, этого достаточно для того, чтобы ребенок по-другому начал к этому процессу подходить. Время и дети Продолжаем программу «Время и дети» на Пилот-радио вместе с Артемом Федоровым, сооснователем среды образовательных возможностей Совым и Павлом Хелько, основателем детского клуба «Верх тормашками» и арт-педагогом. Мы разбираемся, как же научить детей учиться. Несколько мы уже таких, да, вариантов рассмотрели, что же все-таки нужно и что не нужно делать, и вот сейчас обязательно продолжим. Второе, что приводит, что уменьшает способность обучения у ребенка, это расписание. То есть это, скажем так, заранее заданная деятельность, которую надо просто следовать. То есть двигаться не в соответствии с тем, как мир живет и что в нем происходит, а просто по расписанию. То есть оно составляется заранее, делается прогноз вперед, и требуется от ребенка не думать в процессе следования расписания, как можно что-то куда-то сдвинуть, то есть, если это не получается, например, или что-то наоборот добавить, или где-то ускориться и так далее, а действовать строго по расписанию. Вот это вот требование с внешней стороны действовать по расписанию отбивает у ребенка любое желание, ну, что-то менять, что-то придумывать, что-то оптимизировать, что-то делать лучше и так далее. Вот, действовать в соответствии с средой, Потому что можно по расписанию, например, пытаться попасть в что-то, куда-то там, например, учреждение или что-то, оно будет там просто закрыто, ты будешь просто пытаться, пытаться, пытаться там, вот, а нежели понять, что это невозможно, изменить свое поведение и добиться того, что нужно, в более эффективном, то есть не завтра прийти, а сделать так, чтобы ты все равно туда попал, другим способом, вот, это позволяет действовать намного более эффективно. Третий момент – это оценки. Оценки в семье – это в большей степени хорошо или плохо. Молодец. Ну, как молодец, да, хвальба за что-то. Да, да, да. Когда ребенку не объясняется процесс, почему так происходит и почему именно в этом моменте это негативные получаются последствия, а в этом позитивные, а делается просто обозначение, что вот так действует хорошо, а так плохо. Все, и думать по поводу этого не надо. И в данном случае он просто это принимает, почему это хорошо или плохо, он не понимает, конечно же, вот, и в данной ситуации он перестает тоже думать, то есть он просто потом говорит, что это плохо или хорошо, а почему это так происходит, непонятно. И у него исчезает желание это понимать и это изучить эти моменты. Тут вот маленькую реплику. Если ребенок сам подойдет и спросит, что хорошо, что плохо, опять-таки, это дискуссия, это когда вы говорите на равных, а не когда вы приходите и говорите, это ты сделал плохо, переделай, все. То есть, кроха, сын к отцу пришел, никуда не уходит, но кроха пришел к отцу, а не пришел папа и сказал, как надо сделать. И в данном случае, что это не кроха к отцу, а это два одинаковых человека. Два крохи. Следующий элемент это, скажем так, в школе это обозначается как парты, да, когда ребенок вынужден находиться в каком-то одном своем состоянии и не может его изменить. То есть он, может быть, и хотел бы выйти, пройтись или сесть не на стул, а на пол или что-то еще сделать. Но если все 25 человек захотят пройтись во время урока, это получится просто хаос. Вот, конечно же. А вот такое состояние, когда ты вынужден находиться определенное время, отбивает любое желание что-то придумывать по этому поводу. То есть действие производит, опять-таки, жизнь вне, когда человек вынужден просто терпеть. То есть у него вырабатывается свойство терпения. То есть он терпит, терпит, а другого варианта нет. Потому что что бы ты ни придумал, ничего не будет работать, потому что это сразу же пресекается в любых моментах. Вот. И вот этот момент обучения тоже и думания в этом направлении, оно тоже убирается. И говорится, что у нас же придумано уже все. Не надо вот, да, 25 человек. Если, не дай бог, все пойдут, то вообще будет хаос. Все, мы придумали, действуем так. Итак, просто тут хочу сказать, я себя поймал на этой мысли, что попробуйте дома дать ребенку сделать уроки на диване, на полу. Не посадите его за парту под светильник, а дайте ему чуть-чуть свободы. Я понимаю, что это может занять много времени или еще что-то. Но, как вот с Артемом говорили, практика показывает, что он, скорее всего, вернется в сидячее положение, потому что так реально удобно. Но он попробует, и он поймет, что, как бы, по крайней мере, у него тут нету барьера, ну, вот, в выполнении домашнего. Хотя он может выбрать и диван, положить тетрадку, как мы делали в техникуме в университете, да, мы уже там делали уроки где угодно. Вот, да, и следующий здесь элемент, да, это домашнее задание, когда ребенок делает задание, которое ему задано изначально, задано от педагога, который он должен сделать, и желательно с родителями. То есть вот это вот взаимодействие, когда тебе дается, вроде как бы, с одной стороны, на самостоятельность, там, и так далее, проявление самостоятельных конструкций, но, с другой стороны, это четко определенная задача, которую только эту надо решить и никакую другую, вот, и ее надо решить еще обязательно, ну, крайне обязательно взрослым. И данная тоже вещь, она не дает возможности куда-то отойти от этого процесса, вот, потому что домашняя работа должна быть выполнена. Более того, там, различного рода школьные заходы происходят тогда, что подключить родителей через этот механизм, вот, к этому процессу, а родители тоже не всегда готовы к этому процессу подключаться, и у них возникает некоторое нервное впечатление. Нет, родители подключают, ну, это отдельная общая тема, наверное, да, в школе очень интересно, то есть, как бы, я считаю, что в школе они подключаться к маленькой другим должны действиям, нежели к выполнению уроков, ну, это мое мнение. И у нас последний пункт, вот, да, это искусственные ограничения. Искусственные ограничения – это то, которое родитель может поставить ребенку, боясь за него, какие-то страхи или предположения, что он плохо сделает, или еще что-то. Это вот пример, как мы уже говорили с ножом, когда ребенок может резать, это пример может быть с утюгом. Захотела у вас маленькая девочка погладить, дайте ей. А один раз обожгется, она поймет, как с ним действовать. А, возможно, она вообще никогда не обожгется и будет все равно знать, как действовать. И вот таких ограничений в доме может быть куча, если их сейчас приводить, это каждая бытовая вот деталь. А вы дайте ему свободу. Плюс, хочу сказать, вот, мы как бы список закончили, просто попробуйте сделать небольшой такой анализ у себя в семье. Вот, и, возможно, что-то изменится. И невозможно даже, а, скорее всего, что-то изменится. А вы уж сами посудите, насколько вам это интересно. Плюс, как бы, завершая эту тему, я хочу сказать, что вот это вот все вот пункты, которые мы перечислили, мы ставим в ребенке барьеры, они у него начинают складываться. Если ему 20 раз говорят, как надо сделать, как надо сесть, что правильно, что неправильно, он, правда, перестает думать, фантазировать, мечтать и делать попытки, чтобы попробовать научиться самому и сделать это. Вот, оптимально для него. И, возможно, результат даже будет лучше. Так что вывод такой. Главное не разучить ребенку учиться. Да, замечательный, хороший вывод у нас сегодня в программе получился. Я напоминаю, что видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале «Твериград». Слушатели «Пилот-разио» и читатели «Твериграда» смогут предложить также свои варианты тем для обсуждения в следующих программах. Или, может быть, вас что-то тревожит в поведении, например, вашего ребенка, вы не знаете, что делать, и вам нужен совет, пишите нам на WhatsApp номер. Плюс семь девятьсот двадцать шестьсот девяносто три пятьдесят четыре восемьдесят два. Ну, а прямо сейчас рубрика «Время советов». У нас поступил вопрос от Натальи, вопрос такой практический. Как отучить ребенка грызть ногти? Дочке три с половиной года, она пишет, если засматривается мультиками, руки обязательно во рту оказываются. Беседы о красоте ручек не помогали. Может быть, дадите совет, как избавиться от этой привычки? Ну, вот, пожалуйста, вот такой вопрос. Значит, наверное, как я, как будущий арт-педагог, да? Но, как в известном фильме скажу, я еще только учусь. Из живой практики, из живой практики у меня дочь практически до пяти лет сосала палец, там, может, до четырех. И что мы только не делали? Мазали, я не знаю, там, горчицы. Отучиться, отговаривали, проговаривали, все остальное. Единственный случай, вот у нас прям вот, как бы, некий страх и авторитет. Мы сходили к врачу, к стоматологу, по-моему, и он ей прямо с своего стула сам объяснил, что, как бы, у тебя зубки вырастут кривые или что-то такое будет. Ну, честно говоря, я не присутствовала, мама была. Она вышла из кабинета, и все. И тут же перестала сосать. Больше мы не видели ее с пальцем в рту. Ну, в моем случае это авторитетное мнение с неким еще страхом. Стоматологов все-таки боятся. Плюс, как вот сейчас обучающийся, да, арт-психолог и арт-педагог, я хочу сказать, что все эти вещи, которые тянутся в рот, могут быть связаны с эмоциями, с нервами, с какими-то, с напряжением эмоциональным, со всем остальным. Возможно, можно занять чем-то руки, попробовать. То есть, когда вы увидите, что она палец тянет или ногти там тянет в рот, ну, дайте ей, ну, не знаю, во взрослом понимании-то четкие. Или мелкую игрушку, или еще что-то. То есть, руки должны быть просто заняты. У нее вот эта вот мелкая моторика, из которой выходят вот эти вот, как бы, психологические напряжения и, как сказать, возбуждение при рассмотре. Как раз мультика все смотрит, это возбуждение идет. Вот она переживает за героя, она волнуется, все остальное. Ну, это мой совет попробовать. Артем? Да, и маленькую ремарку хотел тоже сказать. Лучше убрать психологическое как раз вот это вот напряжение. Это было вообще классно. Правда, это не всегда бывает возможно сделать, но тем не менее. Вот, а ремарка в том, что очень интересный вопрос, потому что мы в своей школе никогда не сталкивались с этим. То есть, все дети, кто расходят, у них нет такой штуки. Но возник интересный момент недавно. У нас тоже пришел ребенок, который дома вроде как ногти грезет, а к нам приходит и не грезет. И возник для мамы очень интересный опыт, потому что стало как... Диссонанс. Да, вот есть такая разница. И вот здесь можно как раз посмотреть и понять уже на, скажем так, на разных процессах, почему это так происходит. Вот, поэтому в первую очередь, еще раз подчеркнем, что это действительно какое-то психологическое напряжение есть. Часто это тяжело отмониторить очень, вот, но в этом направлении есть смысл взаимодействовать с ребенком в крайней степени. То есть, это очень важно. Вот, понять этот момент и убрать его. И видит, исчезнет. Взаимодействовать можете через как раз арт-техники всякие, рисунки, показать, что боится, за что переживает, еще что-то. Вот. Я напоминаю, что буквально через пару минут мы будем разыгрывать пригласительные в кино. Вопрос будет очень простой, так скажем, да. И сейчас я объявлю просто тему следующей программы «Время и дети». Чем мы кормим наших детей и что они любят. Вот это мы будем обсуждать в следующий раз через неделю. Этот же номер у нас будет действовать. Плюс семь, девятьсот двадцать, шестьсот девяносто три, пятьдесят четыре, восемьдесят два в WhatsApp. Мы ждем ответы ваших детей на вопрос, какая у них любимая еда, да. Спросите, пожалуйста, вот своих детей, что вы любите больше всего. Присылайте нам ответы на номер плюс семь, девятьсот двадцать, шестьсот девяносто три, пятьдесят четыре, восемьдесят два в WhatsApp. Аудио с ответом ребенка должно быть не более двадцати, двадцати пяти секунд. Конечно, всю эту информацию вы также можете найти на портале ТвериГрад, если не запомнили номер телефона. Ну, а теперь время играть. Время играть. Итак, телефон нашей студии семьдесят восемь семьдесят семьдесят десять. Звонить уже можно прямо сейчас. Сейчас вопрос будет достаточно простой. Можно будет продолжить пословицу. Как раз она будет связана с учением. На кону у нас два пригласительных билета в кинотеатр. Семьдесят восемь семьдесят семьдесят десять. У нас звонок уже поступил. Давайте послушаем, кто же к нам прорвался в эфир радиостанции. Итак, алло, здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Юлия. Юлия, скажите, пожалуйста, у вас есть дети? Нет. Детей нет, но есть брат и племянка маленькие. Как здорово. Вы любите с ними проводить время? Да, очень. Я надеюсь, что сегодняшняя наша программа поможет вам в совместном времяпрепровождении. У нас есть два пригласительных билета в кино. Мы очень желаем вам удачи. Итак, Юлия, продолжите, пожалуйста, пословицу. Учение – свет. Дальше. А не учение. Юлия, пожалуйста, мы за вас болеем. Очень простая пословица. Итак. Юлия, я случайно кнопку нажала. Учение – свет, а не учение – тьма. А, понятно, понятно. Просто запереживала у нас Юлия. Да, учение – свет, а не учение – тьма. Не переживайте, Юлия, вы действительно стали победительницей нашей сегодняшней программы. Вы получаете два билета в кинотеатр. Не вешайте трубочку, мы вам сейчас расскажем, как их забрать. Спасибо вам за ответы и за комментарии, за участие в сегодняшней нашей программе. Я напоминаю, сегодня у нас в студии были Артем Федоров, сооснователь среды образовательных возможностей «Совым», и Павел Хелько, основатель детского клуба «Верх тормашками» и «Артпедагог», и я, Марина Семенова. Всего вам самого доброго. До новых встреч. До свидания. «Время и дети». Новое поколение, новые вопросы, теория и практика в ответах профессионалов. «Время и дети».